а вы не представляете, что я сейчас буду вытворять у меня вот здесь костюм наверняка вы видели сториз, где маленький подписчик загадал Дедушке Морозу единственное желание, что он хочет сняться у меня на канале обычно эти сториз набирают 10 или 20 комментариев но к этой истории вы оставили почти 300 сообщений что я обязательно должен исполнить мечту ребенка честно говоря, я сейчас слукавил, так как та сториз была сделана, когда уже все было снято но это видео, 24 часа с подписчиком, оно получилось настолько личным и я там так сильно стеснялся, что до последнего не знал, стоит ли это вообще выкладывать но если вы настаиваете, то я попрошу лишь об одном одолжении отложите сейчас все свои дела, сядьте поудобнее, налейте чаю и досмотрите это видео до конца я обещаю, каким бы ни было сейчас ваше настроение, к концу этого ролика оно улучшится полетели все трюки выполнены в присутствии профессионального тренера при соблюдении всех требований безопасности незадолго до праздников мне передали письмо, которое мальчик Паша из Колопина написал Деду Морозу Дорогой Дедушка Мороз, я хочу сняться с Вадимом Бабешкиным или чтобы он стал моим тренером на один день я сделал много хорошего в этом году и я хочу, чтобы моя мечта сбылась я очень люблю прыжки в воду и занимаюсь ими уже три года сначала я подумал, ну зачем мне это? но кто знает, может быть это последнее такое письмо Деду Морозу в моей жизни и я решил набрать маме мальчика и не просто исполнить его мечту, но и сделать кое-что еще пусть он этот день запомнит надолго для начала я арендовал красный костюм мужика с белой бородой чтобы подписчик меня не узнал и, конечно, нам нужно снять его реакцию для этого я прикупил мишуры попробуем туда спрятать камеру я никогда не работал аниматором, актером или хотя бы курьером и когда я все это на себя надел, то, честно, малость струсил и подумал даже дать заднюю но, может, именно для таких историй и нужен этот канал надо делать да и пора бы мне проветриться и если что-то пойдет не так, то даже лучше ну, для вас короче, едем в Питер кто следит за моей инстойте знает, что я постоянно прихожу впритык вот и сейчас 5 минут до отправления, но вроде не опаздываю доброе утро, жутко нервничаю на самом деле ну, сейчас пойдем играть в Деда Мороза все, приехали в Питер если кто-то не знает, сам я из Питера но поездка не закончена теперь нужно еще доехать до Колпина это на электричке кстати, в Колпино как раз есть бассейн в котором, скорее всего, и тренируется Паша мы там тоже делали несколько выпусков поэтому тренировку можно будет провести именно там а вы не представляете, что я сейчас буду вытворять у меня вот здесь костюм Деда Мороза костюм Деда Мороза я просто жучайше стремаюсь я же не актер, не Дед, не Мороз когда я стал блогером, то не думал, что спустя пару лет буду стоять в подъезде перед дверью маленького подписчика и переодеваться в костюм Деда Мороза может прозвучит странно, но в этом было даже что-то забавное в общем, мой план зайти как настоящий дед затем начать задавать глупые вопросы а потом резко сорвать бороду и посмотреть реакцию подписчика честно, не знаю, что из этого получится смотрите сами камера у меня спрятана в руке здравствуй, Пашенька а ты мне письмо писал? да ну держи пока маленький подарочек спасибо а что ты пожелал-то на Новый год? чтобы я встретился с Вадимом Абешкиным ну давай посмотрим, а у тебя медальки-то есть? да, вот и давай, рассказывай, что ты выигрывал я выигрывал два первых места один за самбо, один за бокс три вторых, два про бассейн и один по самбо прыгать в воду-то умеешь? да показывай, где медалька вот про прыжки в воду ничего себе и вот ничего себе ну что ж Паша, ну тогда я думаю, что давай мы сегодня снимем с тобой выпуск привет! привет! не ожидал? нет ну что? ой, привет! вас тут сколько живет? шестеро шестеро ребят? да друзья, этот сияющий взгляд я точно никогда не забуду сто процентов уже не жалею, что приехал в Питер но хочется проверить этого парня еще из десяти метров в бассейне Паша, нам надо решить, что мы сейчас будем делать давай только честно Макдональдс, КФС или что-то еще? КФС окей, решила Паша оказался очень воспитанным и даже слишком скромным мальчиком из замечательной семьи об этом, кстати, чуть позже в общем, мне пришлось его даже уговаривать, какие желания исполнять в самом письме было всего два желания первое, сняться в выпуске это фактически уже выполнено второе, чтобы Вадим Бабешкин стал тренером на один день это чуть позже ну и мы добавили еще три выпустить новое видео на мой канал сходить покушать в любое место и купить любую игрушку на Новый год за 24 часа должны успеть ну что, все маски сорваны? какая первая остановка? кисти окей, пойдем ребенок будет доставлен в целости, в сохранности и с хорошим настроением ну и куда же мы пришли? что будем заказывать? наггетсы знаешь, что заказать? давай, все, что хочешь вообще-то я предложил любой ресторан на выбор в общем, оказалось, что Кентуккия это самое то лучшее место что же заказал Паша в безлимитном KFC? 9 стрипсов, кока-колы без льда, чизбургер делюкс, картофель по-деревенски, картофель средний, сырный соус, твистер делюкс, малиновый пунш, соус барбекю, кетчуп, донат яблоко с корицей и две салфетки ладно, шучу, салфетки и пунш это я себе заказал не знаешь, что с этим делать? ждать так, Паша, ответ на главный вопрос почему KFC круче Макдональдса? ну потому что здесь есть шаурма а как ты вообще говоришь, шаверма или шаурма? шаверма шаверма, в Питере шаверма, ребят так, ну что, в итоге все съесть не смогли забираем куда дальше идем? в магазин игрушек нормальная остановка? да нравится? ну пойдем ну и куда это мы пришли? в нормальный магазин? да расскажи мне, что сейчас вообще круто в мире игрушек нерфы а тебе что больше всего нравится? динозавры динозавры? а трансформеры? тоже нерфы, динозавры, трансформеры а с динозаврами что ли мультик какой-то сейчас идет? фильм я вот смотрю еще какие-то майнкрафты и так далее друзья, вы напишите в комментариях вообще, что сейчас модно? какие самые крутые игрушки вы знаете? просто интересно посмотреть что еще? вот это круто, вот нерф да? а у тебя есть нерф? был был, да сплю, куда сплю? наверх а, в смысле, ты доигрался? нерф, значит, мы сегодня не покупаем нет? нет? выбор пал на огромного динозавра это динозавр спинозавр мечтал о таком? да на что, рад? очень очень и теперь пришло время идти на тренировку но выяснилось, что бассейн около дома в Колпино закрыли на ремонт фактически в тот же день, как я купил билеты на поезд сейчас что-нибудь придумаем хочешь посмотреть серию, которая еще не вышла? да ах перед тренировкой я дал Паше посмотреть новый ролик на канале и мы вместе его разместили и пока мы размещали видео, то подошли еще дети честно говоря, я был слегка в шоке оказалось, что в семье у Паши аж шестеро детей от нуля до двенадцати лет и все занимаются спортом в общем, молодцы и без дела не сидят конечно, самый спортсмен это Ваня сторожит котов ну, что-то мы тут засиделись нужно ехать, но в какой бассейн? остался только один вариант из Колпино поедем обратно в Питер в бассейн Невская волна который многие подписчики наверняка помнят со времен, когда я жил в Санкт-Петербурге ну а теперь еще одно супер желание стать тренером на один день и как у нас тут все-таки проходят тренировки на суше есть батуты, где проще отрабатывать некоторые элементы Паша уже уверенно делает различные сальтишки нормально что, Паша, ты этого хотел? да да, рад? да, очень также есть любимая многими детьми поролоновая яма она довольно мягкая, но вниз головой точно лучше не прыгать а нелюбимая тема для большинства маленьких прыгунов в воду это акробатическая дорожка еще раз но она очень важна для подготовки нормально давай сальто попробуй также прыжочек сальто сильно попу напряг нормально ну а также дети много времени проводят на сухом трамплине Паша, сихронные прыжки делал когда-нибудь? нет попробуем? да это, ребята, тяжелая будет задача сколько ты весишь? 28 килограмм а я 82 я даже не могу это вычесть вычтется там сами пойдем попробуем в первые разы не особенно получалось но вот в финальной попытке мы собрались прям как команда кстати, помните, как мы прыгали с Егором на чемпионате города? может еще как-нибудь что-нибудь подобное запилить? окей, разминка прошла нормально теперь идем проверять что умеет делать Паша на воде и слабо ли ему показать прыжок с 10 метров и также, друзья, я хочу передать вам атмосферу тренировок по прыжкам в воду а вы напишите, хотели бы заниматься таким спортом? ну что, Паша, я предлагаю тебе показать мне, как ты прыгаешь с падики без брызг сможешь? да постараешься? да, постараюсь а потом покажешь, сможешь ли ты прыгнуть с десятки покажешь? да уверен? да посмотрим а кстати, кто у тебя тренер? Василий Леонидович а ты знаешь, что Василий Леонидович это мой давний друг с которым мы вместе давно лет 20 назад нет, не настолько я старый лет 15 назад прыгали вместе на соревнованиях представляете, друзья, реально время идет 15 лет назад вместе прыгали с Василием Леонидовичем, с Васей, с моим хорошим другом ездили по разным соревнованиям по чемпионатам России и теперь вот я, так сказать, удостоен чести на день стать тренером его ученика ну посмотрим, что из этого выйдет итак, сегодня работаем над передним и задним входом в воду с трех метров получилось довольно легко идем повыше давай пять ну это многовато брызг, хочу меньше если кто-то не в курсе, то в прыжках в воду, чтобы получить 10 баллов, нужно войти абсолютно ровно и вообще без брызг не, Паша, смотри, нужно ручки повыше туда тянуть, слишком сгордился, еще раз молодец, супер! а он красавчик! не просто абы кто подарок Деду Морозу пишет ну нормально, вот это было по-человечески почему с первого раза так не сделал? не знаю понятно ну ладно, давай тогда мне покажи красивого солдатика с пятерки очень красивого потом еще более красивого с семерки ну и если смелости хватит, то и с десятки окей? пойдем на пять готов? пять метров можно а что за махи руками? ты что, дирижер? давай на семь семь метров, ты готов? давай, Паш, семь можно ну это нормально было, чистенько, уже без вот этих размахиваний пойдешь на десять? давай так, куда он там делся? что, ты готов? давай, красивого солдатика десять супер, молодец! такой получился у меня день с подписчиком я очень надеюсь, что это вдохновит Пашу на различные успехи не обязательно в спорте лично я, друзья, был как-то особенно счастлив в этот день ведь я смог осуществить мечту ребенка маленького прыгуна в воду этот день был определенно прожить не зря для меня Дед Мороз существует? конечно конечно сто процентов поэтому я желаю тебе в следующем году настроить кучу планов и очень сильно постараться, чтобы они все обязательно сбылись я в тебя верю, поэтому я и приехал будешь стараться? да у вас там много народа, поделишься? да все, давай хорошего тебе настроения спасибо спасибо да